Друзья, ну перед началом ролика хотел бы вам рассказать о дискорд сервере Speedboost. Тут вы найдете буст по Shinobi Live, по Ragulio, а также по Biswarm симулятору. У них адекватные цены, делают буст быстро и качественно. А также присутствует промокод Капанда на скидку 10%. И ко всему прочему у них тут есть VIP сервера, а также проводятся конкурсы на хвостатых биджу. У них адекватная администрация. Ребята тут общаются, веселятся и помогают друг другу. Присоединяйтесь, ссылка будет в описании. Ну что, всем еще раз здрасте, мои юные шиноперы, ребят. Всем здрасте, забор покрасьте. Всем выдать бамбуковые кисточки. Всем приветики, омлетики. Такс, ребята, и сегодня у нас будет на обзоре очередной кеки гинкай. Как вы знаете, ребят, я поставил себе цель затестить полностью все кеки гинкай, ребята. А также затестить полностью всех хвостатых, ребята. Также места их спавна, ребята, и так далее. Поэтому, кто не смотрел предыдущие ролики, все будет в закрепленном комментарии, ребята. Можете глянуть обзоры мои предыдущие, предыдущие ролики, ребят. Все будет в закрепленных комментариях. А сегодня мы будем с вами, ребята, обозревать кеки гинкай, ребята. Вот этот вот, смотрите. Шароганы, ребята. Где он у нас? Где, где, где? Сейчас я вам покажу. Вот, ребят, смотрите. Шароган, ну, шароганы. Получается, шанс выпада 1 к 45. Грубо говоря, 2%. Чуть-чуть больше 2% шанса, что вы его найдете. В принципе, не такой он редкий. Но у него есть прикольные механики, ребята. И сегодня я вам их полностью покажу. Поэтому усаживайтесь поудобнее. Если вдруг где-то кто-то не подписан на канал, обязательно, братишка и сестренка. Прямо сейчас подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. И выполните технику скрытого бамбукового лайкоса. Красавчики. Спасибо, ребят. Это для того, чтобы не пропускать мои видосики и стримы. На стримах мы выбиваем хвостатых. Так, сладненько. Погнали, ребят. Смотрите, вот у нас есть кеки гинкай. Да, вот у нас здесь есть его, ребята, скиллы. Три скилла, ребята. Сейчас мы полностью все их разберем. Есть, ребята, модификация. Но с модификацией там попозже, ребята. Там тоже небольшой есть, ребята, нюанс. Я бы сказал даже косяк, да. Смотрите, у нас появляется сзади вот такая вот кукла-марионетка. Смотрите, вон она там замотанная. Как вы знаете, это кеки гинкай, ребята, использовали челики, которые вот там юзали, короче, в своих техниках марионеток. Это типа такие куклы. Вот, видали, вот он сзади там весь такой заматанный. И у него там волосы. Обалдейшки. В чем, короче, здесь, ребята, исключительная особенность? Смотрите. Смотрите, все наши атаки будут происходить с помощью этой марионетки. Ну, точнее, атаки от левой клавиши мыши и блок. Смотрите, мы ставим блок. И мы, получается, не сами блокируемся, а у нас вот эта марионетка. Давайте я его сейчас впереди. Вот, смотрите. Вы дали. Вот она, марионетка стоит. И причем она использует то оружие, которое у нас стоит на кушке. Мы можем, ребята, комбинировать любое оружие. И оно будет у нас находиться в руках именно у марионетки. Вот, смотрите, у меня сейчас вот эта штука, да? И то же самое, ребята, мы с атакой. Смотрите, левая клавиша мыши, когда мы атакуем, атакует наша марионетка. Обалдейшки, ребята. И то же самое со скиллами. Я имею в виду у оружия. Смотрите, нажимаем Q. Бэйч. И у нас атакует марионетка. Короче, грубо говоря, у нас как бы сокращается дистанция до противника. Видали, она чуть-чуть у нас получается дальше. И получается, видите, здесь у нас такие вот нити идут, чакры, которые, как мы с помощью них, соответственно, и контролируем нашу марионетку. Смотрите, мы можем поставить сейчас абсолютно любое оружие. Например, давайте поставим вот так вот. Акробат ставил, ребят, смотрите. Вон у нас пошла атака, ребята, видите? И он атакует, получается. Атакует марионетка наша, да? А то же самое, ребят, на окушку жмякаем. Нет, что-то, а у нас не откатилось, что ли, еще? Ну, каку? Во-во-во-во, дамаг пошел. Но тут что-то мы сократили слишком дистанцию, да, по ходу дела. Давайте еще что-нибудь поставим. Что у нас там есть? Ням-ням-ням-ням-ням-ням. А вот, ну, можно хошраму поставить. Хошрама, один из топовых мечей. Кстати, тоже, ребят, я снимал ролик по нему. Ну, как бы, годите спереди. Хочу посмотреть, как смотрится. Во! Вот это плюшка, ребята, да? Вот это плюшка. Так, ну и все. Атаки, соответственно, видите, тоже он наносит. Так, и Ку, ребята. Бенчик. Видали? Он бьет. То есть, бьет марионетка, точнее, у нас, нежели персонаж. Не персонаж, а марионетка атакует у нас. Ну, то есть, суть вы уловили, да? Все атаки, все блоки, ребята, происходят у нас через марионетку. Погнали теперь, ребята, по скиллам. У нас есть, соответственно, здесь три скилла и модификация. Первый скилл, второй и третий. Давайте сейчас по очереди. Первый скилл, ребята, на Ви. Пупит бомбс, ребята. Ну, папит, пупит, это у нас марионетка. Пупит бомбс, ребята. Требуется 14 тысяч чакры, ребята, и откат 14 секунд. Смотрите, мы кидаем такие бомбы. Хопа, три бомбочки летят, ребята. Сплэш урон наносит. Довольно-таки быстро прокастовываются, ребята. КД 14 секунд, 14 тысяч чакры израсходуются. Просто наносится дамаг. Прикольно-прикольно. Ну, не особо, да? Самое вкусное впереди, конечно же. Погнали дальше, ребята. Скилл теперь у нас на Би. Пупит поясом, ребята. Это получается яд марионетки. Мы накладываем такие штуки, которые будут дамажить у нас. 14 тысяч чакры израсходуют у нас и 25 секунд КД. То есть откат 25 секунд. Смотрите, жмякаем. Бэха. Опа-на! И смотрите, внутри будет постоянно у нас находиться, если персонаж, он будет постоянно получать дамаг от яда. Короче, вот такие вот у нас большие три кругляша появляются. И там в районе 11 секунд, ребята, они держатся. И все, кто попадают в эти облака яда, ребята, постоянно наносят, получают у нас дамаг, соответственно. Прикольно, да, супер прикольно, но не особо, конечно же, да? Погнали, ребята, дальше. И следующий у нас скилл на Н. Лизард Блиц, ребята. Будем превращаться. Точнее, не превращаться. Будем оседлать сверху, ребята, такую ящерицу такую. И будем на ней кататься. Короче, 23 тысячи чакры израсходуют. И 20 секунд кадеха, ребят, смотрите, веселуха. Бэнч, погнали, тараканища. Дамаг, ребята, смотрите, мы вот так вот бегаем, короче, дамажим. Тяжело, как всегда, его контролировать, ребята. В районе 6 секунд мы сверху катаемся. И в чем, ребята, здесь суть? Мы, короче, еще и когда атакуем врагов, мы их станем. То есть мы их немножечко парализуем, и в это время можем их топтать. Обалдешечки, да суперобалдешечки. Просто суперобалдешечки. Так, и теперь, ребят, мы переходим к форме. Смотрите, как вы видите, у нас здесь есть мод. Есть форма, можно поставить. Но здесь есть один нюанс, ребята, есть косяк. Смотрите, активируем форму. Конечно же, у нас сейчас будут пробафаны наши статы. Характеристики, ребята. А, 2 300, 2 400, 2 500 и 2 200. Тоже далеко не самые топовые, ребят. Смотрите, у нас еще одна марионетка справа появилась. Мы можем также теперь атаковать, ребята. И, по сути дела, у нас должен быть скилл на цеху, ребята. И на цеху правая кнопка, видите, мы нажимаем, там написано плюс все. Но пока мисс на данный момент никакого скилла нет, ребята. То же самое мы на кушку можем там что-то прокастовать. Да, например, на так же самые наши скиллы. Ви. Бомбы, Бэшка, Яд и Н-ку еще пошли сразу топтать. Но ничего, ребята. Скилла на цеху, к сожалению, пока мисс на данный момент нет. Не знаю, это баг либо фича. Надеюсь, что в скором времени разработчик все-таки у нас ведет. Цеха. Цеха, цеха, цеха. Не цехи, не кухи, ребята. Ничего у нас нет. Ну, на куху стандартно у нас атака от нашего меча. Вот, в принципе, и все, ребята. Вот такие вот у нас приколюшки. Давайте мы сейчас с вами возьмем квест. И, конечно же, все это дело затестим уже непосредственно в бою. Дайте мне кого-нибудь там. Куда он спрятался? В домик зашел, что ли? Влазь давай из домика. Там же квест был у нас. Вот ты жадина-то, а? Так, где у нас там есть? Вон, вижу челика. А скорость тоже не увеличивается, ребята. Поэтому, если честно, мне кажется, что это так себе. Как говорится, средней паршивости, да? Такс, вон туда у нас. Но скиллы прикольные, я вам скажу. Особенно, который вот у нас яд накладывает и станет, когда на лизарде у нас, да? Ну, и выглядит прикольно. Мне нравится. Выглядит довольно-таки красиво. Так, погнали, ребята. Сейчас мы быстренько все это дело затестим. Давайте сейчас. Все три скилла по очереди, ребята, будут у нас, да? Сначала кидаем бомбочки, потом яд и потом еще топчем их. Вот так вот будем. Смотрите. Виха, Беха и Эночка. И пошел топтать, пошел топтать. А, смотрите, они убегают. Они убежали, соответственно, оттуда у нас. И где-то мы должны их встать, ребята. Застанели? Да бог его знает. Наверное, застанели, да? Так, и еще кушку им для полного счастья. Бум! Фарш раз. Фарш два. Только что-то я там особо не заметил. Встанет она их или не станет? Ну, написано на Википедии, что станет. А Википедии мы будем доверять, ребята, да? Короче, скилл вот этот вот, последний на Энку, когда мы на вот это ящерицы, ребята, бегаем. Написано то, что станет. Блин, ну выглядит она, конечно, вообще таракан-тараканище, да? Ха-ха. Обалдеть. Вот такой вот, ребята, получился Кикигинкай. Моя цель, конечно же, полностью всех затестить. Когда я уже полностью всех затестирую, я потом, наверное, ребята, сделаю какой-то свой топ, там, топ-5, топ-10, либо там от самых худших к самых лучшим, ребята, да? На данный момент у меня цель просто полностью все для вас видосы снять. Ну, и мне самому интересно же посмотреть, какие тут есть способности и так далее. Мне из всех Кикигинкай, ребята, осталось 4 выбить. Ну, вот я на стримах уже говорил. У меня еще, конечно же, Бюкагана нету. Хочу его получить, пока мисс нету. Коплю спины. Может, как будет обновка, ребята, начну сливать, и может, потом еще он выпадет. Все, ребят, на этом видосик я завершаю. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, какие уже у вас есть в Кикигинкай, либо какой у вас самый любимый. Будет, конечно же, интересно все это дело почитать. Ну, а с вами был Бамбуковый Шиноби Капанда из деревни Скрытого Бамбука, ребята. Увидимся уже совсем скоро на просторах Робокс. Берегите себя и своих близких. Всем удачи, ребят. Всем жму лапу и всем... Пока-пока.